Ну что, ребята, принесли тут чудо-компьютер, старенький, и сказали, он не работает. Давайте посмотрим, что же может в нём не работать. Вот после того, как я открыл крышку, что я могу увидеть? Вот очень много пыли здесь, здесь. Вот особенно меня порадовал вот этот провод, который ведёт неизвестно куда, и что он подключён. А, он подключён к этому DVD-ROM, но он не без питания, потом вот это отключено. 120-й кулер на выдув, кошмар. Вот, ну в общем, классная система, старенькая, но классная система. То есть мамка здесь у нас P5K, процессор не могу сказать, не включал ещё. Кулер какой-то Ice Hammer обычный. В общем, короче, видяха здесь 8800GT чего-то там. Обратите внимание, количество пыли на лопастях. И если присмотреться под 90 градусов сверху, кулер выпирает. Я такое видел, только когда на подобных видяхах лопасти не вращались, а стояли. И от нагрева пластмасса деформировалась. В общем, короче, какой-то страшный компьютер. Сейчас мы его включим, посмотрим, что будет. Божечки, это всё ещё работает. Изображения нет, да? Отлично. Почему? Где картинка? То есть мы через раз включаемся, да? Ладно, ещё одна, вторая попытка включения. В общем, нет картинки, ладно. Тогда мы подключим посткарту, посмотрим, что будет с посткарты. Мне уже интересно. Ммм, посткарта говорит о том, что у нас проблемы с памятью. Странно. Так, пошевелим, поставим до конца, закроем. Что будет у нас в этот раз? Кнопка. Поехали. Вот. Всё, пост прошёл. Отлично. Так, пост идёт, идёт. Картинка пошла. Покажи эту чудо картинку. Всё? Отлично. Просто великолепно. Отличный артефакт. Кажется, видяхи конец. Ой. Ну ладно. Всё. Кулер-то вылез аж прямо из радиатора. О! Тут это и не родной ещё кулер. Отлично. Перепаянный. Ну, в общем, короче, вот такой я видел. Только когда... Видяха стояла и грелась, и не отключалась. Музыкальный инструмент можно сделать. Колебас, или как это там называют. Помнишь? Ну, вот так. Классно, да? Ну что? Ну, посмотрим, что можно сделать с этим всем. Ну что, ребята, вот взяли видяшечку пассивную GF-210. Ну вот, просто загрузим систему. Посмотрим до конца ли у него всё там грузится и всё остальное. Поехали. Ну да, ну да. Пост, пик. Снимайте мне микрон. Ну, всё, чистенький экранчик. Артефактов нету. Фан-Ерор. Ну, по ходу дела, у этого кулера датчик оборотов приказал долго жить. То есть он кричит и ругается, что фан-Ерор. Кулер подключён и вращается. Ну, это уже будем думать, что можно заметить. Интересно, а вот этот вообще фронтальный... На зопе кулер вообще работает, да? Проверим. А, теперь я понял, почему он не смог его подключить. Обрати внимание, у него видяха-то была. Вот такой тип подключения, да? Вот. Видишь, амулексов ему и не хватило. Ну, ладно. Сейчас мы ему что-нибудь разрулим. Вот. Ну-ка посмотрим. Да, смотри-ка, вращается. Да, что ж такое-то. Да, вращается отлично. Ну, всё. Всё, сейчас мы будем методом исключать. Чё, как, никак. Работает. Надо почистить, ты как-то думаешь? Надо почистить. И кулер, наверное, может другой какой-нибудь. Так, паста у нас вроде живая ещё. Относительно живая. Вон, на процессоре она... Сейчас покажу, какая. Вот в таком состоянии паста на процессоре. По-моему, это ещё даже нормально. И она ещё не высохла. Она... Он размазывается. Но не всё, важно. Но она уже как превратилась в какую-то мастику. Больше всего меня расстраивает. Это когда снимаешь процессор. У него паста. Как на старом бабушкином подоконнике. В местах, где она лопнула. Можно видеть разные слои, как она наносилась. Ребят, вот так не надо наносить пасту. Это просто кошмар. Вот. Ну ладно, придётся чистить. Потому что здесь она, по-моему, уже даже затвердела. Нет. А теперь мы это всё чудесным образом продуем компрессором. Ну что, сейчас будет пыльно. Я даже... А ты не знаешь, что это лисло? Ну что, основную кучу говна-то выдули. Выдули. Ну а дальше померили возможности. и возможно даже кисточкой. После чистки и замены кулера выяснилось, что система прекрасно работает. Но пассивный радиатор на ведёхе он уже нагрелся невыносимо сильно и уже вот так вот руку никак не держать. Надо придумать, чем бы его охладить. Интересно, а чипсет... Чипсет... Ничего так... Ничего... Ну... Нормально. А ещё вот этот безумный звук. Как назло он замолчал. Звук винта, который постоянно вращается, потому что кто-то умудрился на эту старую систему установить 8.1. Жёсткий диск, давай. Вращай башкой. Самое смешное... Вот так он слышно, а вот так... Шумный винт 400-620С. Вот такого Франкенштейна получилось сделать из этого... Из этой ведяхи. Взяли ведяху. Она была дохлая 47-70. Да. Вот с таким чудесным кулером, который подошёл по отверстиям сюда. Но мне не удалось запитаться вот здесь. Вот на этот. Почему-то нет питания. Ну, кинув питание от обычного разъёма материнской платы питание есть. Но кулер вращается на максимальных оборотах и очень шумно. Решил вот такую вот штуковину спаял. Плюс накинуть регулятор скорости залминовский. И получается ничего. Сейчас соберу намажу пастой и посмотрим что получится. Как же тяжело этому диску вращать девятку. Вращать восьмерку уже говорю не то. так вот такое безумие получается по проводам. вот так звучит на минимальных оборотах через спид контроллер. так вот максимальные охлаждения. вот это моя спайка. Но хозяин просто этого железа не хочет вкладывать и совершенно не хочет денег вкладывать. грубо говоря ну сделай что-нибудь. вот ну что мы сделали мы увеличили количество оперативной памяти с двух до четырех то есть это молодцы люди восьмерку установить на 2 гига оператива это сильно. жесткий диск мы не трогали живой вот выяснили что CD-ROM не работает или работает через раз там вот больше всего меня поразило почему провода вот эти провода не были подключены там USB вот посмотрите вот этот безумный сломанный USB то есть они в них каратыш в общем грубо говоря разбираться с ними нет желания в общем вот такой беспощадный апгрейд просто все все просто у меня больше мыслей нету по поводу что делать ладно надо заканчивать в общем спасибо что посмотрели всем удачи пишите письма если что-то хотите дополнить спросить пишите ниже все пишите письма удачи пока